Нотариус по наследственным делам. Нотариус – это специалист, который занимается большим спектром вопросов, от принятия на хранение документов до оформления доверенностей. Отдельной должности нотариус по наследственным делам не существует, за это может взяться любой подобный специалист. Однако наследники часто оказываются перед выбором, и не знают, куда именно им представить документы. Для подачи заявления о правах на получение наследства важно правильно определить нужную нотариальную контору. Место ведения дела – основной фактор в процедуре оформления прав на собственность после смерти ее владельца. Как определиться с выбором специалиста? Должность нотариуса занимает человек, получивший высшее юридическое образование, а также практикующий в данном виде деятельности. По делам о наследстве нужно обращаться к нотариусу. Вопросами оформления наследства может заниматься любой представитель этой профессии. В том числе Государственный – занимается делами клиентов на территории закрепленного за ним района или населенного пункта. Частный – работает индивидуально или в штате негосударственной нотариальной конторы, которая имеет необходимую лицензию для осуществления деятельности. Независимо от того, работает он самостоятельно или от лица государства, перечень его услуг остается одинаковым. Чтобы решить, куда обратиться при вступлении в наследство, нужно принять во внимание следующие факторы. Последнее место проживания. Умершего собственника имущества. Нотариуса обычно выбирают по месту жительства наследодателя. Если на данном участке работает не один нотариус, то вопросы распределяются между ними в алфавитном порядке, то есть следует обратить внимание на первую букву фамилии. Наследодателя. На закрепленной территории какого нотариуса находится самая дорогостоящая часть имущества. Если наследство не содержит недвижимости, то место открытия дела определяется по нахождению движимого объекта собственности с наибольшей стоимостью. Чаще всего наследник не знает, можно ли оформить свое наследство у любого нотариуса, какое учреждение или конкретный специалист должен заниматься его вопросом. Для получения правильной информации можно обратиться в любую ближайшую нотариальную контору, где клиента направят по тому адресу. Куда в его случае целесообразнее отвести заявление и остальные документы? Важно. Также в решении вопроса о том, как узнать нотариуса по месту открытия наследства, должна помочь нотариальная палата данного населенного пункта. Специалисты предоставят сведения, основываясь на последнем месте проживания наследодателя, а от наследника требуется назвать свою фамилию, имя и отчество. Такие документы не могут быть открыты по месту. Учебы. Прохождение военной службы. Отбывание срока наказания. Регистрация на временное пребывание. В этих случаях стоит обратиться к нотариусу по наследству по предыдущему месту жительства наследодателя. Если эта информация неизвестна, то вопрос следует решать через суд. При проживании наследодателя за границей и нахождении его собственности на территории РФ, вступать в права клиент будет на основании международных договоров России с другими странами. Открытие дела. Если наследники определились куда обращаться, то для вступления в наследство им необходимо подать заявление о своих намерениях получить собственность. Дело о наследстве открывается при получении нотариусом заявления от наследников, после этого наследственное дело запускается. Клиентам же выдается соответствующий документ, подтверждающий их обращение в контору. Если выясняется, что заявление было подано с нарушением норм федерального закона, клиенты информируются об этом. Им указывается на допущенные ошибки и недочеты, а также устанавливаются сроки для исправления. Обратите внимание. Если потенциальные наследники не выполнят рекомендации нотариуса, не представят недостающие документы или нарушат установленный срок, то они получат отказ в предоставлении прав на наследство. В процессе ведения дела осуществляется следующий перечень услуг. Гарантируется сохранность собственности умершего наследодателя. Имущество находится под защитой до тех пор, пока не решится вопрос о передаче наследства. Оформляются документы о предоставлении наследнику. Его прав на собственность. Ведется регистрация и учет всех созданных по делу документов, а также принятых от участников процесса. Информирование клиентов об открытии дела производства. Проводится сбор документов, содержащих необходимые сведения для ведения дела. Законность приобретения имущества, родственные связи между клиентом и наследодателем, подтверждение его смерти, корректность выбора. Место для открытия наследственного дела. Если есть завещание, его исполнителю дается подтверждение его полномочий. Супругу наследодателя документ оправлено часть совместного имущества. В отдельных случаях оформляется отказ от ведения дела и аннулирования документации. На заметку. Открытое наследственное дело дает уполномоченному нотариусу и другие права, которые позволяют ему на законных основаниях определять право на наследование клиентов. Документы, участвующие в делопроизводстве, регистрируются в книге учета наследственных дел. Все они помещаются в отдельную папку, которой присваивается регистрационный номер и указываются реквизиты, относящиеся к делу и позволяющие его идентифицировать. Как поменять нотариуса при открытом деле? Если определенным нотариусом уже ведется наследственное дело, то передать его в руки другого специалиста – задача непростая. Для этого потребуется предоставить весомые основания, подтвержденные документально. С таким обращением нужно идти в местную нотариальную палату. Потребуются следующие документы. Заявление, написанное наследником, и четко обосновывающее его желание сменить уполномоченного нотариуса. Согласие нотариуса, который открыл дело. Одобрение со стороны остальных наследников. Согласие другого сотрудника, которому предлагается отдать дело. При обнаружении недвижимости в другом регионе можно поменять нотариуса. Наследники могут выразить свое недовольство работой нотариуса. Или личное недоверие к нему. Подобные жалобы принимаются в письменной форме. Заявление будет рассмотрено в Министерстве юстиции, после чего вносится решение о передаче дела другому нотариусу или об отказе в удовлетворении иска наследника. Прошение будет одобрено при наличии серьезных оснований, таких как отсутствие нотариуса на своем рабочем месте в течение продолжительного времени, нотариус по наследству имеет тяжелое заболевание или скончался. После открытия дела обнаружилось, что самая ценная часть имущества находится на территории, относящейся к другому нотариусу. Одного желания наследника на смену нотариуса недостаточно. Для этого нужны серьезные причины. Например, дело открыто в городе Химке, но позже обнаружилось, что наследодатель имел квартиру на территории северного округа Москвы. Эта недвижимость, является более дорогой, чем собственность в Химках, поэтому дело перенаправляется московскому нотариусу по данному району. Безосновательно проведение такой операции невозможно. Нотариус по наследственным делам. Какие могут возникнуть трудности и способы их решения? Получение прав на наследство – не самая простая процедура. По закону процесс четко структурирован, но на деле часто появляются некоторые проблемы, связанные в основном с семейными отношениями. Наследников между собой и с наследодателем. Частой причиной проблем становится пропуск отведенного срока для получения наследственных прав, на это дается полгода после смерти собственника имущества. Если родственники живут в другом городе и не общались с умершим, они могут просто не знать о его смерти. Такую проблему можно решить через суд, который может восстановить сроки при наличии весомых обстоятельств у наследника и их доказательств. Пропущенный срок подачи заявления можно восстановить только в суде. Иногда трудности создает завещание, составленное неверно, с нарушением прав наследников или ошибочным указанием их паспортных данных. Случается, что завещание составлено на детей от первого брака, в то время как имущество приобреталось во втором браке. При этом последняя супруга и ее дети являются законными наследниками. А между детьми от первого брака может быть распределена только часть наследства. В любом случае, нотариат не является последней инстанцией, при появлении серьезных проблем нужно обращаться в суд, который поможет Решить возникший вопрос на законных основаниях Смерть родственника или супруга – печальное событие, которое может выбить из колеи на долгое время. Но не стоит затягивать с оформлением прав на наследство, чтобы без проблем вступить в наследство. Также следует быть готовым к материальным затратам, услуги платные. Если за дело взялся квалифицированный специалист с определенным опытом, оформление пройдет с соблюдением всех установленных сроков и юридически грамотно.